Сказано, сделано. Запорожские дорожники взялись за один из проблемных участков в Коммунарском районе. Силами сотрудников КП ЛУА там начался ремонт дорожного полотна при помощи брусчатки. Говорят, ранее эта технология не раз доказывала свою эффективность. Брусчатка может прослужить около 10 лет. За ходом ремонтных работ проследила Екатерина Маркова. В декабре прошлого года по просьбам жителей на перекрестке улицы Олимпийская и Чумаченко были установлены светофоры. Сегодня городская власть выполняет вторую часть обещания – ремонтирует здесь проблемный участок дороги. Этот перекресток называют больным местом Коммунарского района. Жители близлежащих домов давно сетуют на аварийное состояние дорог. Была хорошая дорога когда-то, давно. Но уже 30 лет дороги здесь вообще ни разу не ремонтировали, не поправляли. Если там что-то еще делали, а там ямы такие полметра, там и машины, и колеса теряли, и все. Вот это, наверное, будет ураган какой-то. Впервые за 30 лет такое. За ремонт взялись сотрудники КП «Элуат». Для этого задействовали 6 единиц техники. Говорят, работы здесь завершат максимум через 2 недели. На данный момент мы сейчас производим ямочный ремонт с помощью брусчатки, потому что температурный режим пока не позволяет работать с асфальтом. По эксплуатационным качествам брусчатка у нас показала, что она намного дольше и лучше лежит, чем ямочный ремонт асфальта. Во время выездного совещания в Коммунарский район Александр Син отметил, что приступить к широкомасштабным ремонтным работам дорожного покрытия после зимы у города возможности нет. Поэтому пока используют помощь инвесторов. Для того, чтобы начать ремонтную кампанию, нам нужно проавансировать предприятие по тем утвержденным проектам, которые сейчас уже утверждены в бюджете города на 2014 год. Мы ограничиваемся сегодня ликвидацией самых аварийных участков, там, где эти ямы представляют угрозу с точки зрения безопасности. Также мэр отметил, что проблемой запорожских дорог является отсутствие так называемой подушки. В Советском Союзе асфальт практически всегда укладывался на грунт без основы, которая должна быть по современным технологиям. Из-за того, объясняет городской голова, дороги так быстро разрушаются. В мэрии надеются, что хорошо зарекомендовавшая брусчатка не подведет. И эту дорогу жители космического микрорайона перестанут называть больным местом.